Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И знаете, я просто иду по улице и уже знаю, что скоро эти бизнесы будут мои. А в этом мне поможет моя новая тачка, а именно Mercedes-Benz GELIC, то бишь кубик, то есть G65 AMG. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVEN. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сдавай на права и иди работай на свою мечту. Вот пацан побежал, а если ввёл промокод, мог бы уже на тачке ездить. Как вы поняли, сейчас мы будем как бы тюнить GELIC. Давайте сразу снимем девяточку, я вам расскажу почему. Короче, пацаны, с коллекции не задалось как бы, ну как бы задалось, но не совсем. Рассказываю, давайте садимся в GELIC. С чего всё началось? Откуда мне вообще появился этот GELIC? 12 июля у меня был день рождения. Единственный подарок, который мне сделал Димон, это была Ешка, 213-е, 2020-го года, рестайлинговая. И я её обменял на GELIC. А как это было, смотрите сами. Сейчас будет обмен века такой. Вот GELIC FT-шный. Можно посмотреть? Вот FT-шный GELIC. Будем менять на мою Ешку. Предлагаем обмен Ользи, транспорт, Е63. Опа. Добавить наличные деньги, полторашка. Я, конечно, добрый человек, я не хочу обманывать, но у меня ещё ДП. Ты забыл? А, да, да, точно. Всё, лайк за это поставишь, что я мог нажать и принять. А, я тебя всегда ставлю. А, красавчик. Благодарю. Блин. Всё, пацаны, мы теперь бандиты. Как бы бизнесы у нас есть уже с открытия. А чё-то серьёзной тачкой отжимать, как бы, налоги, крышевать у нас нету. Поэтому спауни у нас Mercedes-Benz G65 MG. Один, почему-то. Один, а чё это означает? Один. Ну, вернее, он чёрный, но просто с перламутром вещнёвого такого цвета в краску, вот. И ещё какие-то диски такие, конечно, трёмные, если честно. Поэтому сейчас мы будем делать Анкл Хозинг. Пробега здесь 33 732 километра. Чё я хотел сказать? Давно я очень хотел гелика купить, именно, чтобы ездить. У меня же три беза по 100 тысяч, как бы, такой себе нормальный пацан. Надо ездить и крышевать бизнесы над пацанами. Вот стволы есть в багажнике, как бы, волына. Почему не новый гелик? Потому что вы сами видели, что скоро в обновлении. Не знаю, этот ролик выйдет в обновлении или после. В новом обновлении добавят тюнинг на новый гелик. Его ещё, возможно, сделать дороже. Там, короче, капец. Брабус, стопкар, вот это всё. И когда у меня появятся, во-первых, деньги, потому что, вы как видели, у меня денег нет. У меня только один слямов осталось, вот. Тогда мы купим новый гелик. Вот. А сейчас я смысла не вижу. Пока что на старый тюнинг не добавили, поэтому можно и на старом покататься, вот. Приехали мы на ЭКХ на самую главную точку перекупства и пункт выдачи номерных знаков. И будем сейчас, пацаны, ставить сюда номер. Напишите в комментариях, не опираясь на цену или ещё что-то. Напишите просто, что вам по дизайну больше нравится. Старый гелик или новый? Я, честно, даже не могу сказать. Раньше мне нравился очень старый, но новый вообще не нравился. Сейчас ей, в принципе, новый понравился. Короче, сейчас поставим номерок, и какой это номер будет, как бы, 001 занят. Поэтому ставим сюда А002АА77. Ты его тоже занят, вот. 97. 97 свободный. Это тоже неплохой регион. 8 миллионов. Улетело. 18 июля. Офигеть. Гонку чипов на 100 тысяч. Офигеть, всё, я купил, пацаны. Балдёж, просто балдёж. Чё я хотел сказать? Можно я отъеду, чтобы мне никто ничего не мешал? Чё хотел сказать, что ролики, которые я записывал, когда покупал Геттер, Субару, Кабана, это было 15, 16, 17 июня. А сейчас 18 июля. Это капец. Давайте сейчас навернём круг возле тюнинга, я вам расскажу. Месяц прошёл, офигеть. Искал я, короче, номер А002АА77, как вы знаете. Есть один пацан, который его продаёт в Дискорде. Я ему написал. Почём? Он такой говорит, предложи. Я ему ещё, когда это май был и начало июня, я ему предлагал 8. Он говорит, нет, это дёшево, это шо, 002. Мол, типа, он светится там, где номер можно купить. Вот там в этой менюшке сейчас такой пиздец. Вообще максимально неоправдованная херня. Я говорю, окей, 10. 10 даю, больше он не стоит. И то это очень дохерастует. Он по факту стоит 6, 8 максимум, типа. Сервер ещё не настолько, как бы, вырос в плане экономики, что здесь можно номера такие пихать, лямов по 200. Вот. Говорю, 10. Он такой, нет. Говорю, а сколько ты хочешь? Он говорит, лямов, ну, 15 он хотел ещё в июне. Я такой, говорю, ты чего поролоса, типа, если можно фулл блаты за 15 взять, а не твой паршивый ещё на 002. Ладно, было бы 005, 007. Ладно, ещё можно было взять. Но 002 за 15, говорю, это бред. Он, короче, меня заблочил в Дискорде, вот. Спустя время я написал ещё раз, типа, давай куплю. Только уже именно в группе, смотрю, рейдж. Он говорит, за сколько? Я говорю, за 10. Он промолчал. Я ему потом писал ещё пару раз. Так чё, так чё, так чё. В итоге сегодня, 18 июля, я написал, так что, 10 лямов даё за номер. Продаёшь или нет? Он говорит, нет. Он, короче, из тех людей, которые купил один номер, он говорит, он мне не важен, типа, пусть стоит. Но из тех людей, которые выставляют объявления, как бы раз в неделю это точно о продаже своего номера. Хотя он говорил, что ему пофиг на номер, вот. И хочет одним номером купиться не знаю сколько миллионов. Он хочет у него лямов 15-20, так понимаю. Хотя этот номер ни хера не стоит, как вы понимаете, вот. И мне пришлось купить из-за вот таких вот, блять, продавцов, которые считают, что их номера просто это number one. Купить ААА-002-98 регионе. Да, конечно, сломали немножко матрицу. Ну, что поделать. Такая жизнь. Но я надеюсь, в скором времени, может, я у него выкуплю, ладно, за тех 10. Хотя не, 10 нахуй надо. 8 максимум, типа. Либо просто обменяю на 0-02-97 регион. Да, к сожалению, даже один номер я купил, который я не мог найти. В скором ролике вы узнаете именно какой. Вот. А 0-02 я знал владельца давно, но не сошлись характеры, можно сказать. Цвет этот очень красивый. Очень красивый. Но, как для меня, гелик должен быть только черный. Вот. И на моих любимых дисках. Поэтому перламутр, краску мы сразу убираем, убираем перо, да. Золотой. Ой, там коричневый. Ой, синий тоже балдежный, да, был. О, вот такой, бля, ты шо, серебристое перо. Сколько? 271 тысячу перо? Это у меня перо сейчас стоит за 200 с хуем тысяч? Да, да. Поэтому давайте уберем перо. Хоть это красиво, это дорого, но гелик должен быть черный. Поэтому убираем. Кузовные винилы здесь, слава богу, нет. Цвет салона пусть будет белый. 21 тысяча улетело. И поставить еще диски осталось. Сколько они будут? Тысяч тоже 200 стоить. Мои любимые AMG Edition 1, или как они там называются. Кстати, в скором времени на смотру должны добавить эти диски, да? Добавить заказ на ряд. Да, балдеж, да ты шо, бля. Сохранить, оплатить 239, 250. Улетело. В принципе, больше здесь ничего ставить не буду. Поэтому выходим отсюда. Нафиг. Я хотел сказать, что смотра в скором времени должна добавить уже в первой части обновления. Тюнинг, а именно на Геликс новый, как я говорил, еще раз повторюсь, да? На старый я не знаю, но она должна добавить тюнинг именно колес. То есть развал, высоту, вот это все, как в МТА. Она говорила, что, возможно, это будет не так работать, как в МТА, потому что рейдж еще под это не адаптирован. Это по классике, да, я покупаю новую тачку, трачу кучу бабок, а потом мне налог приходит. Да, не, это какой просто секс. 002. Конечно, 001 на таком регионе это был вообще просто пушка. Просто пушка. Но 002 тоже балдеж. Кстати, давайте у нас традиционный саунд чек, звук выхлопа. Первая тачка, кстати, у которой сзади дверь у меня. Ну, грузер это не считается. Только мне вот интересно, почему здесь задние стаканы сквозь это, сквозь обшивку, типа. Пружину, наверное. Бля, если бы можно было сюда еще залезть, это был бы такой балдеж. А что, кстати, по гелику? Есть звук? Есть звук дверей? Реально, есть звук дверей? Ну, бля, не похоже, да? Не похоже? А. А, замки не работают? Заехал в тюнинг, а меня уже намахали, ебта. Замки спиздили. Смотри! Собственно, давайте посмотрим, вот первого лица спидометр, тахометр работают, если пригнуться. Поворотники работают? Работают, балдеж. Все, летим на гели. Какая у него, кстати, максималка? Так, не, пристегнуться нужно. Это уже... Блядь, 275 мы едем. А, все, максималка, да, получается? Блин, жалко. Новый, наверное, только на десятку больше едет. Прям чувствую, что на десятку. Какая-то атмосферная тачка. Мне кажется, это мечта любого просто пацана. Когда-то просто иметь гелик. Даже самый старый, типа, повесил на него вот эти обвесы от 15-го года. Или от этого. От Брабуса. И он смотрится охуенно. Главное, черный цвет и тонировка, и все. Кстати, здесь еще на смотре рейдж защита такая на гелике есть. Как будто из этого. 4 на 4 в квадрате вот эта защита. А там тоже очень похоже. Кстати, и 6 на 6 там тоже есть такая защита именно спереди. Зачем они добавили сюда в гражданский гелик, не знаю. Может, это отсылка, что они скоро могут сделать по разной версии гелика. Там 4 на 4, возможно. Бля, звук охуенный. Приехали, пацаны, короче, навестить семью. Давайте закинем на баланс по 120 тысяч. Нам хватит на неделю. Не ждите скоро ролика с новым геликом. Потому что денег у меня нет, как увесители. Вообще, там осталась ляма 3. И прикол в том, что мне еще нужно двум победителям отдать призы. Если вы там мажор, у вас там лямов 200-300. И вам не жалко, можете там накинуть пару лимончиков. Мне будет очень приятно. Я буду вам очень-очень-очень благодарен. А то работы, как вы понимаете. Время у меня нет. Живу чисто на одних процентах. Вот и все. Так, пацаны, по классике давайте заедем. Покажу вам чиповочку. Кстати, здесь она такая большая. Прям необычная. В этом поле это бай. Вот вам чип. Трансмиссия. Тормозная система. Колесные тяги. Опа. Оп. И подвеска. Чип очень, кстати, балдежный. Мне он нравится. Пока что менять не буду. Возможно, вам он тоже подойдет на какой-то джип. А сколько для бака? Литра 80? 100 литров. Понимаю. 16 тысяч еще влили. И осталось у меня 500 тысяч. С 9 лямов, которые мы сегодня с вами взяли. Это пиздец. А я надеюсь, тебе понравился этот видос. Поставь лайкос. Напиши в комментариях, как тебе этот гелик. Нравится тебе больше старый гелик или новый. Также буду пытаться что-то решать именно с номером на 77 регионе. 97 это тоже, конечно, топ смотрится. Но хочется как бы семью и матрицу не запороть. Вот. Поэтому будем решать. Либо если кто поможет выкупить вот этого пацана номер. Я готов поменять именно на этот номер без ДП. Разницы же нет. Либо там, ну окей, ДП могу сделать, но очень маленькую. Также не забывайте подписываться на канал. Здесь выходит очень много интересного контента. Ставить колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.